И часть этой работы осуществляется при содействии Всемирного банка. А до тех пор, пока не будет профстандартов, на руках у нашей молодежи и молодых специалистов не будет сертификата. И завтра получить работу в какой-нибудь зарубежной компании без предъявления оного будет сложно. На данный момент завершены проекты лишь двух профстандартов. А сколько у нас есть отраслей, я уже вам перечислял. Во многих отраслях ведется работа. Но до тех пор, пока не решится проблема с профстандартами, мы не сможем решить многих вопросов. Второй вопрос. Мы должны иначе посмотреть на работу профессиональных и технических лицеев. Конечно, во многих областях существуют современные лицеи. И, конечно же, их выпускники находят себе работу. И вновь я хочу вернуться к словам лидера нации. Необходимо строить образование с двух сторон. С одной стороны, он должен обучаться теоретической, с другой, он должен пойти в современное предприятие или завод и поработать там. Должен пройти трудовую практику, должен увидеть. Мы, конечно, не можем гарантировать, что все стопроцентно останутся на этом предприятии. Но все же, вместе с дипломом он будет и формально, и реально специалистом. Третий вопрос. В нашем казахстанском обществе есть некоторые укоренившиеся стереотипы. Один из них – все дети должны обучаться в университетах. То ли среди молодежи, то ли среди их родителей, бытует мнение, что есть ряд специальностей, которым они должны обязательно обучиться. И он должен быть либо юристом, либо финансистом, либо должен работать в банке. Или где бы он ни был, должен работать в офисе. А вот жизнь, само существование, экономика, они ведь не ограничиваются только офисом. Истинное производство, истинное богатство нации, истинный национальный продукт, он, конечно же, имеет место и в казахстанском городе, и в казахстанской степи. Наши предприятия, если посмотреть на карту индустриализации, в каждой области, в каждой местности появляются все новые и новые объекты. Почему бы нам не направить нашу молодежь туда? И там прибавятся технические специалисты, прибавятся хорошие педагоги и врачи. И будут они работать во благо народа. И эта работа, по-моему, должна стать приоритетной в нашем обществе. Я, 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 я. Это очень, очень важно. Все, что мы будем делать им продукты, это и умучительно. Мы работали в любом области. Мы можем, в любом облитии других методах родителей. Мы пытаемся, к которому, мы сроки живем. Обычно они будут учениками и генеров, и к человеку, и с уникальнымalaientем. Спасибо. А как Вы, в общем, понимаете трудовую модернизацию? Трудовая модернизация – это непрерывный процесс. Если мы взглянем на трудовые стандарты 100-летней давности, 50-летней давности и современной, это, по-моему, очень важный вопрос. И мы должны быть к этому готовы. Итак, если посмотреть то, что президент каждый год дает поручения и пишет послание, что подтолкнуло его написать эту статью в виде 20 задач? За последние 2-3 года свыше 160 тысяч молодежи выпустились из школ. И если посмотрим с другой стороны, более 260 тысяч детей пошли в первый класс. И еще, если рассмотреть один из показателей, количество младенцев, родившихся на свет, составляет более 360 тысяч. Итак, как мы могли заметить, 160, 260, 360. За несколько лет идет прибавка в 100 тысяч. Все это, конечно же, будущее Казахстана. Мы отметили 20-летие суверенности нашего государства. Вчера приняли молодежную стратегию до 2020 года. В 2020 году ровесники нашей независимости будут в возрасте 28-29 лет. В том возрасте, когда они уже будут образованы, профессионально подготовлены, готовые служить своему народу и обществу. Будут в возрасте усиленного труда. В возрасте формирования семьи и в процессе воспитания собственных детей. Будут в том возрасте, когда будут отводить уже собственных детей в школу. Не так ли? Поэтому я думаю, для того, чтобы создать все возможные условия для будущего нашей молодежи, которая является будущим нашей страны, именно в этих целях и появилась эта статья. В действительности, как говорил лидер нации, в начальные годы у нас не было таких возможностей. Потому что первые суверенные годы для нашей страны были не особо легкими. Но если вернуться к лозунгу вчерашнего съезда «Мечтать, трудиться, верить», о чем мы мечтали? Мы мечтали о суверенном государстве. Мечта исполнилась. А что необходимо, чтобы в действительности достичь мечту? Нужно трудиться. А труд и вера ходят рядом. Поэтому лозунг «Мечтать, трудиться, верить» подходит не только молодежи, но, по-моему, подходит и для социальной модернизации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...